То есть вы как экономист в ближайшей перспективе, ну, по крайней мере, в ближайший год не видите особых радужных перемен? В 2016 год, я думаю, все негативные последствия проявятся по максимуму. В полной мере, да? Да. Вопрос, скорее всего, это будет дно. И вот дальше, в 2017-е, в следующие годы, тут вопрос упирается, либо будет улучшение, постепенно улучшение ситуации, либо будет вот эта стабилизация. Если цена на нёфть сохранится, она в том же уровне будет. Мы уже привыкнем, да, и приспособимся к этой цене. И в исключении, если различные геополитические сценарии, вот если, скажем, Саудовская Аравия с Ираном... Вступят в военный конфликт? Да, то цены на нёфть могут сильно подскочить, 150-200 долларов, может быть. Но там и другие расклады есть. Вдруг, если этот конфликт приведёт к появлению вообще оригинального конфликта, когда на стороне Ирана выступит одна страна, на стороне Саудовской Аравии выступит другая страна, и конфликт всё больше будет расширяться. Но если такой сценарий случится, тогда это... Третья мировая? То есть, да, нехороший... Ну, это, конечно, маловероятно, но в таких геополитических процессах, которые больше зависят от субъективных отношений между странами, там трудно делать прогнозы. Ну, не могу вам не задать ещё вопрос, который лично меня интересует. Вы, как экономист, допустим, что можете сказать вот по поводу того, не кажется ли вам, что вся вот эта ситуация – это как некое знаменование, окончание нынешней существующей финансовой модели, по которой мы живём все вместе уже достаточно много лет, крах, может быть, так скажем, капитализма в нынешнем виде, и на его возникновение, на его обломках нечто более новое, каких-то систем, которые, кстати, активно готовят Россия и Китай, активно скупают золото на рынках, к чему-то готовятся. В части золота Китай действительно активно скупает, и неофициальные резервы по разным оценкам оцениваются уже от 3 тысяч тонн до 7 тысяч тонн, вместо официально декларированных полутора тысяч. А вот касательно России, там это больше, конечно, миф. Это больше в России, там несколько статей вышло, на самом деле статистика показывает, что Россия не… Не скупает золото такими темпами. Да, там маленькие объёмы покупки. И потом, что касается модели, на самом деле, вообще есть три модели. Есть, скажем, плановая экономика, когда 100% государственное вмешательство и ноль частной собственности. И, наоборот, его крайность обратная, когда нулевое государственное вмешательство. Свободная рука рынка. Да, 100% частная собственность. И обе модели, они привели к кризису и показали свою неэффективность, поэтому все государства находятся где-то посередине, меняя пропорцию в зависимости от ситуации. То есть, когда кризис наращивает госвмешательство, когда экономический рост, наоборот, его сокращает. И вот, в смысле, он такой подход, он самый здравый. А вот идти крайностями не стоит. Вот, кстати, Китай, у него модель тоже капитализма, только он такая модель государственного капитализма. В последние годы он, правда, активно наращивал долю государства, но в предыдущие годы, в смысле, он старался более либерализовать, так как был экономический рост. И я думаю, сейчас ситуация ухудшается во всех странах. В Италии, во Франции, в Латинской Америке и так далее. И по мере ухудшения ситуации во многих странах будет вопрос стоять о национализации тех или иных активов, о выделении госпомощи и так далее. Поэтому тренд ближайших лет – это увеличение государственного вмешательства. Дела до плана экономики, конечно, не найдет. Но в любом случае, если государственное вмешательство будет сохраняться в течение, скажем, хотя бы пяти лет, это потребует другого подхода. Когда, скажем, национализирована только одна компания, когда национализированы, скажем, пять компаний, это уже нужным прослойкам менеджеров с другим подходом при управлении активов. То есть одно дело в частной структуре, другое дело государственное. Сохранить, скажем, все те же условия, как это было в частной компании, вряд ли удастся, так как в основном эти компании будут управляться в ситуации, когда будет снижение продаж, вывод из кризиса и так далее. Поэтому там какие-либо бонусы или очень высокие оплаты вряд ли возможны в госкомпаниях. Поэтому какой-то пересмотр к управлению активами на уровне страны он все равно будет. Хорошо. Большое спасибо уже за содержательную беседу. Я надеюсь, что те, кто нас смотрел, получили какие-то свои ответы на вопросы. Единственный тезис на сегодняшний момент ввиду непонятной ситуации, сложившейся, которую можно выдвинуть, это готовьтесь к нелегким временам. 2016 год обещает быть не самым легким. Возможно, мы достигнем дна именно в этом году. Поэтому затягивайте пояса, сокращайте расходы и надейтесь на лучшее. С вами была программа «Лодавай». Спасибо. Субтитры подогнали Симон.